Культпоход Культпоход Добрый день! Да, у нас тут гости делят один микрофон на двоих, не очень может быть удобно, будут небольшие паузы возникать по ходу эфира, но слушатели наши к этому привычные, они понимают, что у нас живой прямой эфир, живой звук, поэтому, я думаю, нас за это простят. Но зато это красиво, хореография такая, передвижение, наклонов к микрофону. Можно у меня сразу к Юре вопрос? Главная роль это что? Это как в фильме, это тетушка, да, получается, Юра, у тебя? Да, это тетушка. Вспоминаем фильм, тетушка переодевается в... То есть это там дядюшка, на самом деле. Нет, дядюшка. Я тысячу лет не смотрела. Слушайте, там, мне кажется, вообще, а по сюжету он молодой человек, герой, да, вот главный? Ну я тоже не старый. Нет, 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 я просто спрашиваю. Потому что восприятие от фильма, вот, ощущение такое, что, ну как бы, не знаю, молодой еще достаточно человек. Нет, ну по фильму-то он возрастной, а у нас молодой. Молодой человек, так. У нас молодой, обаятельный, самое главное, лорд. Это я подчеркиваю лорд. Он не воришка, нет, лорд. Так, ну раз Юра не хочет ничего рассказывать пока... Только задавайте вопросы, я расскажу. Лен, тогда это пьеса, материал Брэнден Томас. Она лежит в основе спектакля, и получается, что у вас есть как отсылки к фильму известному. Кстати, можем рассказать немного все-таки о сюжете, потому что есть молодые... А давайте о сюжете расскажем, потому что наверняка я даже сама его не помню. То есть я примерно помню факулу, в чем дело, но я не помню сюжет. Я, наверное, бы так сказала, что лучше это оставить в секрете. Ага, ну действительно. То есть, здравствуйте, я тетя, знаю, все ее и видели. Конечно. А вот наш сюжет, он немножко другой. А то есть он отличается, да? Он отличается. Почему? Потому что у нас совмещение оригинала, оригинала текста и киносценария. И поэтому здесь вы услышите свои любимые фразы, которые мы уже наизусть знаем, которые нам важны, которые мы прикалываемся. То есть вы их услышите. И в то же время это немножко другая, чуть-чуть сюжетная линия. И самое главное, там немножко другие имена. То есть не Дона Роза, а Дона Люция. Мне показалось, что это намного красивее. Почему и я чисто, мы не взяли оригинал? Потому что пьеса написана более ста лет назад. Время изменилось. И если три акта такого медленного развития событий уже в нашей жизни кажутся большим и тягучим. Поэтому вот был сделан такой оригинал пьесы. Лена, а вот ты сказал, что пьеса сто лет назад написана. А в спектакле как-то подчеркивается вот это хронологическое время? Я просто хотела сказать, вы перенесли действие в наше время? Оно не перенесено в наше время, оно перенесено в некое время. То есть мы не оговариваем, какой это год. Оно некое время, некая история происходящая. Потому что если так вот брать, почему классика? Потому что в любое время эта история может произойти. Я вот как раз задумалась. Я почему-то вспоминаю сюжет. И там же основной смысл всего этого. Это же, как я понимаю, две девушки, которые должны выйти замуж. Два молодых человека, которые жаждают жениться. И две девушки, которые хотят выйти замуж. Но им не разрешают. Но основная история-то не об этом. Не об этом. То есть это начинается с этого истории. Она провоцирует дальше. Но тут в основном две линии. Линия это Бабса. Это нашего главного персонажа. Его любовная линия. И любовная линия... Ты сейчас все расскажешь. А мы не рассказываем, как развиваются события. Нет, ну подождите. Надо зрителям знать и понимать, куда они идут. На какой спектакль они идут. Какие у них ожидания. Если те люди, которые, скажем, очень любят этот фильм и хотели бы прийти и увидеть какую-то интерпретацию этого фильма, то они должны понимать, увидят они любимых каких-то своих персонажей или нет. Если человек идет на какую-то совсем новую постановку, ему неинтересно со спектаклем ассоциироваться, тоже нужно понимать, про что это. Ну вот так... Я можно коротко сказать? Давайте. Цветаева говорила, пришлите мне книгу с хорошим концом. Так вот, эта пьеса с хорошим концом, где все хорошо кончается, все друг друга любят и все счастливы. Ура. Это редкость наша. Да, это правда. Эта история вообще не про сто лет назад, не про сейчас. Это такая... Вневременная история. Да, да, да. Вообще утопия, мечта будущего. Мы хотим быть любить, быть любимыми, и хотим быть счастливыми. Отлично. Юра, включайся, пожалуйста. А то я так это... Насколько счастливый твой персонаж? Насколько... Или несчастный, наоборот? Да. Насколько ты его из себя или из образов, я не знаю, фильма, или из каких-то знакомых, как ты его списывал? Про что он? Если ты не хочешь рассказывать про какую-то там сюжетную линию, то расскажи про свои внутренние ощущения сейчас, про которые в процессе работы. Ну, Бабс такой очень интересный, на самом деле, человек. Можно, Юрий, попросить вас чуть-чуть к себе поближе? Микрофончик, мы будем его передвигать потом. Ну, Бабс такой интересный, на самом деле, человек, персонаж, что... Ну, он человек. Это главное. Ну, мне кажется, в любом персонаже это главное, чтобы он был человеком, чтобы он был не картонным, живым. Конечно, живым, объемным. Очень много чувствует, очень много хочет, но не всегда все складывается так, как он хочет. Он жертвенен в какой-то момент своей жизни, отчего, собственно, и становится несчастным. Но в итоге все, как сказал Елена Борисовна, все будет хорошо, все будут счастливы. Для вас вот эта вот история, она как-то, не знаю, там, пересекается с вашей жизнью или нет. Вот Гуглина расспрашивала, как вы собирали персонаж? Как собирал? Что-то в себе нашел, что-то, ну... Самое главное в профессии актера, это что? Это наблюдение, да? Ищем что-то, наблюдаем, с кого-то одно дернешь, другое дернешь, так потихонечку, потихонечку что-то и собирается какой-то персонаж. И тут нельзя сказать, откуда конкретно у этого персонажа ноги растут, да, как я его собирал. Ну вот, как-то отовсюду. Как-то отовсюду. Ну, еще все равно, как бы, процесс идет, и то, что получится, мы увидим на премьере, и тут решать зрителю, хороший он, плохой. Ну, он неплохой, конечно. Тут плохих персонажей у нас в пьесе нет совсем. Когда антагонистов есть, все люди хорошие. Мы всех любим, мы хиппи, дети цветов. У вас в аннотации написано, что для оформления спектакля пригласили художника Анатолия Караульнова из Москвы. Лена, это было такое принципиальное решение, что именно этот человек должен оформлять. Я потому что видела несколько фотографий у вас, по-моему, в группе, и там вот такие передвижные панели, тоже очень напоминающие те, которые были в фильме. Я только это видела. Или еще какие-то есть вот прямо отличающиеся особенности? Ну, во-первых, почему Караульный был приглашен профессиональный художник, именитый. Мы с ним работали. Во-первых, мне легко было с ним то, что я озвучила, что я хочу. И мне не надо объяснять, говорить. И уже результат был готов. И макет был, и все. Ну, то есть, у нас как-то вот уже готова декорация. Все. У нас нет проблем, которые раньше были все что-то в последний день. Как-то все легко сложилось. Или он приехал, все распределил, кто что делает. И как-то так вот нормально. А как художник, это сложно, это надо, вы увидите декорации. Не похожие, нет, как в фильме. Но они легкие и воздушные. То есть, вот то ощущение. Я ему сказала, мне нужна солнечность, легкость и воздушность. Потому что мы говорим о любви. И вот больше я ничего не сказала, и уже он мне все приготовил. И все получилось. Все получилось. Главное, что все сложилось, что все готово. Нет такого, что в последний момент. еще нет. В солнечной Бразилии будет. Да, в солнечной. Нет, нет. Там скорее, да, Англия. Да. В Бразилии. Не солнечная получается. Солнечная. Солнечная, да. Ну, Англия. Солнечная Англия. Слушайте, я сейчас такой глупый, наверное, задам вопрос, Юрий. А как вы будете играть тетушку? Вот, простите, у нас трансляции нет, но вы же с бородой. И с усами. Ну, и что? Это ведь все сбривается. Ага, понятно. Хорошо, я думаю, к этому спектаклю мы еще вернемся, но мы можем в целом поговорить, поскольку гостей из Драмтеатра у нас не было уже почему-то слишком долго, мы можем в целом поговорить про... Да, вот, наверное, Константин, у тебя вопрос. Я забыла. Что? Я забыла сказать возрастное ограничение спектакля, а Роскомнадзор бдит 12 плюс возрастное ограничение спектакля, и надо сказать, что он доступен по Пушкинской карте, да, можно приходить по Пушкинской карте. Да, дорогие друзья, это действительно так. Кировский образной драматический театр завершает свой очередной театральный сезон. Не скажем, какой. Не скажем, какой. Почему? Потому что, да, буквально через несколько минут мы обязательно разыграем среди наших радиослушателей комплект прогрессительных билетов на премьеру авантюрной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя», которая состоится 24 и 25 июня. Это следующая пятница и суббота. Замечательные летние дни. Призываю всех кировчан провести, конечно же, в театре, разделить с нами этот замечательный праздник. завершив свой театральный сезон вот этой премьерой, мы уйдем, на самом деле, в небольшой, но, надеюсь, продотворный отпуск. И театр откроет свой следующий сезон, как это обыкновенно принято, осенью, 30 сентября. Да, мы открываем свой занавес, начинаем работу. И, конечно же, на следующий сезон у нас достаточно много пранов. Мы готовим множество ярких событий. Я думаю, те наши слушатели, которые следят за событиями и новостями из жизни культуры, наверняка слышали, что к работе в театре приступил новый художественный руководитель Игорь Рысов. Я думаю, мы найдем обязательно время прийти и поговорить и с ним. О планах тоже, да? О планах, да. Поэтому, конечно же, до конца года нас ждут еще две полноценные премьеры. Уже никакой не секрет. Я думаю, можно анонсировать, что в октябре этого года Игорь Рысов представит публике свою новую работу, спектакль «Дядя Ваня». Тоже классика. Конечно, классика по известному произведению. Наша замечательная актриса Анна Васильева пробует себя в новой для себя роли, в роли уже режиссера и постановщика. И Анна выиграла Всероссийский конкурс молодой режиссуры. Театр получил соответствующее средство на постановку нового, необычного и для нашего театра, и для города иммерсивного спектакля «Дубровский» по одноименной повести Пушкина. Эта премьера состоится в ноябре. Ну, а под конец календарного года в декабре, накануне, конечно же, мы порадуем юных кировчан детским спектаклем, новогодней сказкой. В этом году это будет спектакль «Оленький цветочек». Всем известная, любимая история. И как это обыкновенно принято, с конца декабря и до середины января по несколько представлений в день, и не только «Оленький цветочек», но и, конечно же, другие наши замечательные детские названия. Это если говорить о наших пранах. Но вернемся все-таки к теме нашего сегодняшнего разговора. Напоминаю, что 24 и 25 июня на основной сцене Кировского драматического театра состоится премьера авантюрной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Сюжет, который всем нам, конечно же, знаком не только по пьесе, но и по одноименному советскому фильму. Про который мы пока не будем много говорить тоже, потому что мы будем задавать вопросы. Хорошо. Чуть позже. Слушайте, нет, давайте, пожалуйста, остановимся на теме иммерсивного спектакля. Насколько я понимаю, там будет задействовано все, по крайней мере, очень многие пространства именно театра и для драматического театра это новая история. Давайте слушателям вообще расскажем, что такое иммерсивный спектакль. Это спектакль, который предполагает тоже погружение зрителей ровно в те же ситуации, обстановки, в которой существуют актеры. То есть, насколько я слышала, там будет несколько пространств, которые в театре не являлись раньше сценическими. Я не знаю, что это, вот у Юры сейчас спросим, это какие-то фойеи, это какие-то комнаты, которые напоминают особняк, я так понимаю, или какие-то другие пространства, связанные с Дубровским. Ничего себе. И для театра это, по-моему, впервые. Может быть, я не знаю, какие-то более ранние работы, но я, по крайней мере, не помню, чтобы было задействовано все пространство театра. И здесь вот мне любопытно, есть ли какая-то в этом... Юра, как у тебя... Сейчас мы Юре передаем микрофон. Это момент со сломом традиционного такого привычного представления о спектакле на сцене, на малой сцене. Где-то, по-моему, когда-то все-таки что-то было еще в фойе, но вроде бы я не могу сейчас вспомнить. Вот. И с привнесением в театральное пространство всего, может быть, театра. Или сколько их там будет. Ты не знаешь? Ну, честно говоря, не знаю. Вот сейчас читаю, так интересно. Где-то я не знал, что настолько всего интересного происходит. Но по меньшей мере это будет действительно интересно, потому что... Мы надеемся, что это будет интересно. Нет, это будет интересно. Все равно, в любом случае, как бы это ни прошло, но это будет действительно интересно. экспериментальный опыт, и это надо... А не было такого действительно, да, раньше в театре? Нет, в нашем нет, в Москве это просто есть. Используется. Используется. Практикуется, и это уже давно практикуется. Мы как немножечко отстаем от Москвы. Но это хорошо. Нет, дело не в отставании, у каждого свой путь, он просто это раскрывает какие-то дополнительные возможности. Ты прямо как буддист сказала сейчас. Я это энергии спектакля «Здравствуйте, я ваших путь уже наполнила светом, солнцем сижу, вся такая, благостная». Вот уже и день. Вот уже работает. Понимаешь, спектакль еще не видела, а уже сработала. Что, может, тогда Константин знает, где все-таки это будет проходить и что там будет? Да, чтобы уж совсем не запутать наших радиослушателей, конечно же, представим себе здание нашего Кировского образцового драматического театра, безусловно, архитектурный символ. Да, я думаю, многие знают, что здание театра признано объектом культурного наследия, общероссийского значения, да, он построен в конце 30-х годов, да, возвысился в самом центре Кирова на театральной площади. И, конечно же, как внешне, так и внутри наше здание, но при определенной степени допущения может напоминать, да, дворянский, дворянский особняк, колонны, колонны, позарота, бронза, лепнина. Поэтому по авторской задумке Анны Васильевой действие всего спектакля будет разворачиваться не как это обыкновенно принято, да, на сцене театра, а зрители будут сидеть в удобных креслах, а будет разворачиваться, да, в таких нестандартных локациях, как зрительское фойе, как, да, какие-то помещения, которые обычно используются, по других, по другие цели всего будет таких 12 локаций, да, и зритель, который придет на эту постановку, сможет, строго говоря, в чем иммерсивность, да, строго говоря, выбрать самостоятельно маршрут следования, да, он может повернуть налево, да, и оказаться, да, значит, в одном сценическом действии, а может повернуть направо, да, пойти за другим, персонажем спектакля, и увидеть нечто отличное, но когда, да, человек пройдет, таки, по своему собственному маршруту, все 12 локаций, все-таки общая картинка спектакля срожится, и основную сюжетную линию пропустить будет невозможно. Вот так, с одной стороны запутанно, но с другой стороны очень интересно, да, наш театр пронирует обеспечить, да, вот этот спектакль, мы выиграли соответствующие средства, то есть это грант, это грант, театр получил полтора миллиона рублей, которые будут направлены, да, на создание костюмов, на изготовление декораций, да, и это отрадно, мы достаточно, да, активно участвуем в подобных формах деятельности, да, участвуем в разного рода программах, но если говорить конкретно об иммерсивном спектакле Дубровским, то это итоги всероссийского конкурса по поддержке молодой режиссуры, да, этот конкурс был проведен Российским фондом культуры при поддержке Министерства культуры России, да, и таких театров было отмечено, на самом деле, не так уж и много, да, всего пять коллективов получили этот грант, среди них, да, и наш драматический театр. Ну, это, наверное, хороший такой способ, да, все-таки к чему-то новому обращаться, мне кажется, что с грантами вообще надо плотно работать, я про нас даже думаю, что надо тоже как-то включаться в эту деятельность. Аня, давно уже предложила сделать спектакль на радио, так что выигрывать, играть, я вам поставлю, у меня уже все готово. Хорошо. Окей, договорились. Вернемся тогда к спектаклю «Здравствуйте, я ваша тетя». Я, поскольку с Леной долго работали, привыкла все равно воспринимать Елену как актрису, но знаю также, что у Лены есть и режиссерское образование, но я не видела постановок и работ, вот по крайней мере, пока работала в драмтеатре. Давно ли вот это решение назрело? Почему именно этот спектакль ты решила поставить? Почему ты выбрала? Или это было какое-то совместное решение вместе с театром, что нужна вот именно такая история? Как это вызрело? Ну вот, знаете, бывает так вот, нужна комедийная постановка, что-то яркое, красивое, светлое, а дальше оно вызревает так, я думаю, ну, брать там вот это с потолка, что-то это хочу, нет, я лучше пойду и просидев, наверное, ночь в интернете, посмотрев репертуары театра, там очень четко определяется, что зрителям очень пользуется, востребовано. и у меня было где-то четыре пьесы, которые, я поняла, что они востребованы, которые будут пользоваться. Ой, очень любопытно. Какие? Если не секрет. Не, лучше не говорить. Лучше не говорить. Там разное же всё равно, у меня больше комедии нужно было смотреть, а я брала разный жанр. вот, но вот тётка, как-то, она, я поняла, что она нашему театру, ну, действительно, она необходима. Она для семейного просмотра подходит, она подходит для студенческого подсмотра, она подходит для просмотра возрастной категории, то есть... Потому что люди все помнят фильм, да, любят его, и пойдут смотреть. поэтому вот такое предложение я и предложила нашему директору, а дальше как-то оно всё так и скатилось, пошло и поехало, и работа закружилась. Когда это было? Давно ли вы думали? Ощущение, что недавно вот прямо созрела такая идея. Весной, да? Весной это всё было, и так вот мы работаем, мы работаем активно, надеюсь, всё хорошо будет, позитивно, больше ничего не хочется сказать. Я добавлю, что работа над любым спектаклем, «Здравствуйте, я ваша тётя» или каким-то другим названием, это всегда работа достаточно большого коллектива людей, это коллективное творчество, да, поэтому работа от просто задумки и обсуждения в диалоге, да, а может быть, да, поставим мы с вами, «Здравствуйте, я ваша тётя», до её реализации премьеры, конечно, требует достаточно продолжительного времени, да, нужно создать декорации, нужно пошить костюмы, да, над спектаклем работают не только режиссёр, постановщик, да, у нас замечательная команда хореографов, да, у нас замечательная команда аранжировщиков, которые, да, работают над музыкальным оформлением спектакля. чуть-чуть вам микрофончик сделаю, вот так. конечно же, артисты, а в этом спектакле заняты ведущие творческие силы Кировского драматического театра, да, сколько вот вы репетируете, месяца, наверное, два уже. Да, второй месяц. да, конечно, это большой труд, но самой главной наградой для нас являются, да, те аппредисменты, которые будут в спектакле, да, это особое чувство. Ну, погодите, погодите, они ещё не зазвучали, так что подождём. А можно я ещё дополню? Конечно. Понимаете, хотеть можно всё. Если я хочу поставить это, я хочу поставить это, но это не главное. Важно, а хочет ли наш зритель, необходима ли эта тема нашему зрителю. И поэтому вот эта тётка, она родилась именно в необходимости. Мы устали от информации, мы устали от многих проблем, только закончилась пандемия, и мы все в каком-то непонятном настроении. И вот тётка, она нам даёт вот этот жизненный заряд, что есть любовь, что она существует, что жизнь прекрасна, и что она не остановилась, как бы многие этого не хотели. Поэтому я думаю, что выбор был вот необходим, именно в данный момент, в данную секунду. Я интересно несколько раз назвала этот спектакль «Тётка», это такое внутреннее восприятие название. Это секретное кодовое название внутри театра. Но в оригинале «Тётка Черлея». Сама пьеса так называется. Фильм называется «Здравствуйте, я ваша тётя». Но в театре, конечно же, любой спектакль мы внутренне это такой профессиональный срэнк сокращаем. Что у тебя завтра у меня тётка? Юрочка, скажи, пожалуйста, тебя уже называют тёткой между собой в коридорах? Ну, пока нет, но я думаю, всё в ближайшем будущем сложится. У меня уже как бы были женские роли, имеется в виду. Я не помню, какие. Семейка Краузова. То есть вопроса уже не было, кого на главную роль, да, Юра Мудренко, раз у него было. так режиссёру надо такие вопросы адресовать. Ну, опыт был, но не хочется, конечно, попадать в тот рисунок, поэтому приходится ковыряться посильнее. Алена, почему Юру на эту роль? А не знаю, я его люблю. Это, мне кажется, лучший выбор команды. Принцип такой. Я же с ним ставила спектакль ещё, когда он был совсем молодым и юным. Без бороды, без усов. И такое было, да. Да, и как-то мне очень нравится с ним работать. Есть в нём вот такое природное обаяние, которое, ну, это Богом даётся. И поэтому, когда вот я думала, кто же будет играть, то первая фамилия стояла Юрина. Юра Мазуренко. Солендаризируюсь. Я приходила на спектакль Захар Ставил Преступление и Наказание, и я просто была очарована Юрой. И, конечно, я, вот когда ты знаешь человека всё-таки лично, и когда ты видишь вот эту роль, ну, по-моему, это была самая такая, не в обиду, конечно, всем остальным, но это была самая сильная работа в том спектакле. Хотела потом тебя подойти, найти, обнять, сказать, но так и не увидела. Говорю сейчас, да? Говорю сейчас, да. При всех, признаюсь, тоже в любви к Юрию Мазеренко. Действительно, сложная работа была, Раскольников. Там ещё очень много всяких препятствий возникало в лице этой пандемии, опять локдаунов, ещё чего-то. А, да, там самый пик какой-то был омикроны, я помню, в это время. Да, нас выгоняли на неделю, не давали ничего репетировать, там очень большие массивные тексты были, и текст Фёдора Михайловича, он... Непростой. Он сложный. Очень сложный, да, и это же надо всё понять и освоить каким-то образом. Это прекрасен, конечно, там был такой сложный. Спасибо. Рисунок очень приятно. А теперь мы ударились в другую грань. Да, мы сейчас убежим на рекламу, вернёмся, у меня будет ещё один вопрос к нашим гостям, потом мы озвучим список призов и, наконец, начнём задавать вопросы слушателям. Реклама. Звукорежиссёр. Ку-ку. Так, ладно. Он ушёл. Похоже, что рановато ещё мы уходим на рекламу. В таком случае я задам вопрос до рекламы. Не знаю, правда, Константину, наверное, больше вопрос. Я вижу у вас на сайте анонс открытия первого Вятского театрального фестиваля на Семи Холмах. Я понимаю, что это гастрольная какая-то история. Не знаю, сможете сейчас какие-то подробности рассказать? Ну, конечно, это новый проект Кировского драматического театра. Как мы все понимаем, конечно же, лето — это время традиционного отпуска труппы. Поэтому пока артисты, пока штатные артисты отдыхают, на сцене театра в августе состоится замечательное просто событие. Лёгкое, летнее, я надеюсь, масштабное. С 7 по 14 августа мы запранировали большой фестиваль, который полностью называется первый Вятский театральный фестиваль на Семи Холмах. И к нам в гости приедут известные всем артисты московских театров, которых мы знаем не только по работе в театрах, но и по работам в кино, на телевидении, в сериалах. да, поэтому это будет серия таких, да, антрепризных комедий с участием самых известных артистов, среди которых и Максим Аверин, и Игорь Скляр. фестиваль откроется 7 августа Гара-концертом на площади перед театром состоится Красная дорожка, по которой пройдут упомянутые мной артисты, пройдет и Оксана Сташенко, и финалист шоу Горос Ив Набиев, да, и многие-многие-многие другие люди, просто не буду их перечислять, да, а затем, да, на следующий день 8 августа будет спектакль Миродрама, там же, тогда же участие, в которых принимают, да, Максим Аверин и Анна Якунина, на следующий день спектакль Свет с неба, участие, в котором принимают замечательные да, артисты, народный артист России Игорь Скляр, Светрана Щедрина, Арсений Милиц, и так дальше, и так дальше, и так дальше, до 14 августа, до 14 августа, поэтому призываю не пропустить это событие. Там надо смотреть анонсы спектаклей, где-то 12, плюс где-то 16, плюс возрастное ограничение, в общем, и по-моему, тоже можно по Пушкинской карте, если я не ошибаюсь. конечно, вообще все спектакли нашего театра доступны по Пушкинской карте. Все, убегаем на рекламу, вернемся, будем разыгрывать призы. Культ поход. Возвращаемся в студию, продолжаем разговор с нашими гостями. Напомню, у нас драматический театр сегодня в гостях, и мы анонсируем премьеру. Здравствуйте, я ваша тетя. 24-25 июня, то есть уже на следующей неделе будут два показа, возрастное ограничение 12+, специально для Роскомнадзора. Юрий Масуренко, Елена Ушатинская и Константин Зайнулин в нашей студии. И сейчас наши гости будут задавать вопросы, но после того, как мы озвучим список призов. Конечно же, мы разыгрываем пригласительные билеты и на 24-е, и на 25-е число в драматический театр на спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя». Прямо давно у нас есть пригласительные в кинотеатры «Дружба» на любой фильм и сеанс. Четыре штуки. Четыре штуки, да, мы можем... Обалдеть. Вопрос еще не задали. У нас слушатель догадался, какой он. Откуда он знает? И готов уже ответить. Ладно, хорошо. Откуда он знает? Ладно. Пусть подождет, пока мы весь список озвучим. Кроме того, у нас есть книги от магазина «Читая город» Мария Аполейко «Пьёси байки». Ой, это отличная книга вообще. Мне это название нравится. «Пьёси байки». «Все, что сказала бы ваша собака, умея она говорить». Трогательные и смешные иллюстрации и истории и польской художницы. Руководство для всех, кто связал свою жизнь с собаками. 12+. Современная литературная сказка о приключениях Пети и Оси, о поисках попугая и ответах на вечные вопросы. 0+, возрастное ограничение. Что же это за книжка «Тысячелет и один день» Мария Бурас, Максим Крангаус. И книжка Марии Ефименюк «Скандал в институте благородных девиц». Ну это так, развлечься, да? Забавное чтение про любовь ведьм, магов, детективное расследование и писателей эротических романов. И поэтому 16+, возрастное ограничение, несмотря на забавность. Ну и, конечно, галерея прогресса. Мы приглашаем всех туда. Фотовыставки улицы Лагранжа, Александра Роченко. Если кто-то еще не видел, возрастное ограничение 0+, то есть можно с маленькими детьми за большим удовольствием вас в галерею прогресса отправим. Идите непременно. Снова посоветую. Я была. Это великолепная выставка. Итак, вопросы. Ну давайте, мы начнем с гостей, наверное. Гости у нас по традиции первыми задают вопросы. Константин Займолин будет. Да, у нас уже так получилось, Константин, наденьте наушнички, у нас так получилось, что один из слушателей уже дозвонился и готов ответить на вопрос про юбилейный сезон. Я не знаю, как он догадался, что вопрос будет с этим связан, но спросите его об этом. Тогда мы немножко изменим свой вопрос. Да, и зададим вопрос. Я думаю, многим известно, что Кировский драматический театр является одним из старейших театров в стране. И действительно, сейчас, да, мы завершаем свой юбилейный театральный сезон. Да, дата очень солидная. Да, как мы все понимаем, наш театр с многолетней историей. Вопрос тогда не, какой по счету театральный сезон, а в каком году был основан в Кирове на Вятке драматический театр. Итак, кто с нами на связи? Добрый день. Меня зовут Ольга. Да, Ольга. Так, основан Кировский драмтеатр считался, ну, с 1877 года. И это правильный ответ. Действительно, в 1877 году на месте современного фонтана данной театральной площади было построено и открыто деревянное здание. То есть он на месте фонтана располагался, а не на месте нынешнего театра. То есть поближе немножко получается, да? На месте фонтана, да. И в 1877 году в том старом деревянном здании был дан первый спектакль. И с тех пор мы и ведем отчет истории своего коллектива. А чуть позже, в 1939 году, да, появилось современное здание театра, уже каменное, где наш коллектив вбитает до сих пор. Поэтому это абсолютно правильный ответ. Ольга, мы поздравляем вас. Спасибо. Какой приз вы хотите? Билеты в театр. Билеты в театр. Отлично. Хорошо, Ольга, мы попозже. Вы сейчас продюсеру просто фамилию свою скажите, она запишет о билетике у нас в редакции. У нас же на два дня, да? У нас... Да, кстати, вы хотите на 24-й или на 25-й? 24-я. 24-я. Это пятница следующая, да? Да. Да, для остальных служителей мы говорим, что на 25-й у нас еще есть билетик. Все, спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Итак, следующий вопрос. Слушайте, я хотела вообще... Я до сих пор под впечатлением. Я сижу и думаю, 1877-й, это за 100 лет до моего рождения. То есть, представляешь, он уже построен, уже спектакли там играет, а я еще не родилась вообще, даже в проекте еще не было. Вот так. Юра, твой вопрос. А все играют и играют, играют и играют. Ну, у меня простой вопрос, и ответ на него, наверное, знают все. Где родился исполнитель главной роли фильма «Здравствуйте, я ваша тетя»? Мы даже хамилию не назовем. Надо назвать имя, надо вообще сказать, что это за человек. Закрутим интригу, так сказать. Да, да, да. Еще бы год рождения, может быть, кто-то бы... Да хватит. Ну, на самом деле, подожди, подожди. Ну, вот раз вопрос, как говорит Юрий. Давай сейчас спросим имя папы, мамы, бабушки, те, кстати, в этом году тоже юбилей, так что, я думаю... А почему бы и нет? 211-101. Не любите вы наших слушателей? Ладно. Почему? Мучайте, мучайте. Вот уже есть звонок. Добрый день. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Вы знаете, небось, правильный ответ. Я так понял, что речь идет о Калягине. Совершенно верно. Совершенно верно. Так. Ну, земляк наш, с Малмыжа. Точно. А лет ему сколько? 80 лет в этом году было, 25 мая, по-моему, день рождения у него. Браво, паразитик. Браво, браво, браво. Совершенно точный ответ. Александр, тезка мой. А, вы тезка, да? Ну, в смысле, поэтому вы знаете? Я уже думала, может, он, может быть, вообще ваш земляк? Вы сами тоже из Малмыжи? Родственник. Нет? Нет, 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 нет. Просто в канун юбилея была передача по телевидению. Ага. И я как бы обратил внимание, что у него 25 мая день рождения, у меня 25 июня день рождения. Ага, понятно. Совпало. У меня 25 октября. Поэтому запомнилось вот так вот. Ну, я уж не буду говорить, что у меня тоже 25-го. Ну, ладно, вы большой молодец. Да вы что? Да вы что? Есть смысл вместе отпраздновать? Месяц другой. Месяц другой, к сожалению. А, месяц другой. Ну что ж, я вас поздравляю. Какой приз вы хотите? Конечно, в театр. Конечно, в театр. Билет в театр. Всё? Билета в театр у нас больше нет? Билет не дадим больше никому билета в театр, но зато у нас есть билеты в кинотеатр, книги и галерея прогресса. Едем дальше. Спасибо вам большое за ответ. Приятного просмотра спектакля. Следующий вопрос от Елены Ушатинской. Ну, мой вопрос очень простой. Знаменитый кировский композитор, который написал музыку к фильму «Здравствуйте, я ваша тётя». И надо ещё добавить, что эта музыка также будет... Звучать в нашем спектакле. Мы специально об этом не говорили, пока рассказывали, да. Мы приберегли. Мы держались. Интригу держали, да-да-да. Здесь не хотели спойлерить, там не хотели спойлерить. Да, мы боялись проговориться. Еле ведь не проболтались. Да, 211-101. Ну, надо сказать, что фамилия известная. Если будет затрудняться наш слушатель, мы, я думаю... Ещё есть подсказки. Подсказки сделаем. Давай пока без подсказок. Подождите, подождите. Может быть, весь подсказок обойдётся. Может быть, и так люди угадают. Или гуглят очень быстро. Или загуглят очень быстро, действительно. Та-дам! Ребята, три минуты до конца эфира. Как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? А, Константин. Константин, ваш ответ. Константин. Елена. Ответ правильный. А отец или сын? В каком смысле? Ну, в прямом. Тот, чьё имя носит наш музыкальный колледж? Наш музыкальный колледж носит имя отца. А музыку? А музыку написал сын. Ну, значит, сын, получается. Правильно. Да, логично, да. Ну, ладно, мы же зачтём правильно. Мы зачтём. Конечно, конечно, конечно. Владислав Казенин. Конечно. Спасибо вам огромное за правильный ответ. Какой пресс вы хотите? В галерею прогресса. В галерею прогресса. Хорошо. Тогда, пожалуйста, Константин, оставьте ваши контактные данные. Телефон и фамилию нашему продюсеру. После эфира мы свяжемся с галереей прогресса и с большим удовольствием вас туда командируем. У нас есть ещё, между прочим, две минуты. Мы ещё успеем задать вопрос, если есть у нас вопрос. У Константины? Две минуты. Очень быстро, Константин. Второй вопрос. 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 Мы их все назвали. А, это же у Юры задал уже этот вопрос, получается. Тогда, Аня, твой вопрос. А, ну давайте я самую, любую самую знаменитую цитату из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя, назовите 211-101». Их много известных цитат, поскольку времени мало остаётся, не будем вредничать. Вот какую вспомните, такую давайте. А, Елена говорит, что она готова выиграть приз 211-101. Звоните, звоните. Бегом, полторы минуты. Из соседней комнаты сейчас Елена Ушатинская будет позвониваться к нам. Ну что, есть вопрос, желающий ответить или нет желающего? Юра, Юра, а можно тебя попросить, если вот эту фразу самую знаменитую назовут, ты можешь её сказать вот так вот, по роли громко озвучить? Хорошо? Я тётка Чарлы из Бразилии, где много-много диких обезьян. Так, эту цитату мы уже не примем, ха-ха-ха. Да нет, почему можно? Конечно. Ну ладно. Только надо ещё попросить, ещё какие-нибудь. Ещё какие-нибудь вспомнить, да? 211-101, как вас зовут? Добрый день. Добрый день, меня зовут Игорь. Игорь, вы можете вот так же красиво цитату сейчас озвучить, интонационную? Сейчас, значит, я хочу сказать про здравствуйте вашей тётю, да? Да, 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 да. Цитата, самый знаменитый. Очень быстро. Это тётушка из Бразилии, где много диких обезьян. Да, прекрасно. Почти как Юрий. Хорошо. Игорь, какой приз вы хотите? Я тётушка из Бразилии, где много диких обезьян. Да, да, да. Ещё лучше. Так, приз, приз, Игорь. Так, приз, можно билет в театр? А уже нет. А вот нет уже, увы. Есть билеты в кино, можем в дружбу вас отправить. Не хочу в кино, хочу в театр. Я думаю, что мы можем сделать исключение. Решим этот вопрос. Конечно, решим. Да, выберите, пожалуйста, день, когда вы хотите, в пятницу 24-го или в субботу 25-го. Сообщите и, конечно же... И мы перезвоним и договоримся. Да, и мы договоримся. Игорь, контактные данные оставьте, пожалуйста, продюсеру, а мы закругляемся. Спасибо большое нашим гостям Юрию Мазуренко, Елену Ушатинской, Константин Зайнулин. Всех приглашаем в драматический театр на премьеру. До свидания. До свидания. КУЛТ ПАХОТ